Здравствуйте! С вами вновь Александр и в преддверии лета мы продолжаем с вами изучать летние коляски от компании Joy. И сегодня мы будем с вами рассматривать модель Air. Так что давайте изучим ее с вами более детально. Собственно вот коляска Joy Air. Для начала скажу немножечко о ее технических характеристиках. Она предназначена детям с рождения до 3 лет и максимальный вес ребенка не должен превышать 15 кг. И кстати коляска сама весит, кому это очень важно, она весит всего 5,5 кг. Она очень легкая. Это собственно что касается ее технических характеристик. Давайте начнем ее изучать и начнем изучать мы ее сверху вниз. Сейчас как обычно начнем с ручки. Ручка здесь классическая, цельная, не раздвоенная. Хват у нее достаточно удобный, с прорезиненным материалом. Она также имеет регулировку по высоте. По краям две кнопочки. Нажимаем, опускаем. Нажали, подняли. Всего здесь два положения. Можно ее полностью опустить, но это нужно для того, чтобы она была компактная в сложном виде. Так, всего два положения. Дальше. Переходим к козырьку. Козырек здесь достаточно большой, но назвать его каким-то очень большим тоже не получается. Он такой средний, с распорочками, с натяжителем, то бишь если ветер, какой-то сильный порыв, он сам по себе не сложится никаким образом. Распорочки убираем и можем его убрать собственно полностью. Максимальный его размер это вот этот. Дальше он не идет. Вот. Дальше. Что касается самого ложа ребенка, самого сидения. Сидение здесь оно достаточно большое. Коляска на вид вроде бы как компактная, но место на самом деле не меньше, чем у обычных простых прогулочных колясок. Оно большое, здесь очень высокая спинка. Спинка, она здесь жесткая, это не гамма-четчик, она не просто ткань натянута. Здесь полностью такая твердая спиночка. Достаточно глубокая сидушка. И также на сидении мы имеем полноценную жесткую подножку, которая регулируется. Можем ее убрать. Ножки ребенка уже здесь на подножке. Если ребенок спит, можно ее поднять и наклонить спинку вниз. Спинка здесь регулируется не как часто это бывает ремешками. Здесь из-за того, что спинка жесткая, производитель сделал обычную систему кнопки. То бишь мы оттягиваем, рычажок даже, наверное, правильнее назвать. Оттягиваем его и кладем ее обратно. С козырьком здесь можно закрыть всю заднюю часть, чтобы ему ребенку не поддувало ниоткуда. Вот так это выглядит изнутри. Положений здесь сейчас я вам скажу сколько. Кстати, чтобы поднять ее обратно, не нужно нажимать рычажочек, просто поднимаем вверх. Вот одно положение, два и три. И что лично мне очень понравилось, в самом поднятом положении, здесь спинка, она не 90 градусов, но ребенок полноценно нормально сидит. Не так, как бывает иногда немножко завали назад, и ребенок едет и держится за бампер на весу от спинки. На мой взгляд, вот так вот очень правильно. Что касается безопасности в этой коляске, здесь установлена классическая система пятиточечных ремней с мягкими накладками на плечевую зону ребенка. И также мы видим, здесь установлен бампер. Бампер здесь жесткий, за него держаться очень удобно. По краям есть кнопки, благодаря которым мы можем спокойно с любой сторон отодвинуть бампер и посадить ребенка. После чего спокойно закрываем, едем дальше. Что касается тканей в этой модели. Ткань здесь, на мой взгляд, тактильно очень приятна телу ребенка будет, и мне ткань нравится. Она очень износостойкая, непродуваемая. Летом она не будет раздражать ребенка, на мой взгляд, никаким образом. Мне кажется, ткань здесь подобрана очень хорошо. Вот. Что касается самого шасси. Шасси здесь сделано из алюминия, поэтому она такая легкая. Но алюминий это прочный металл, поэтому у многих складывается впечатление, что она такая хлипкая, еще что-то. Ничего подобного. Она достаточно крепкая коляска для своего веса. Если сравнить с какими-то убойными, классическими, мощными колясками, конечно, она будет ощущаться не такой фундаментальной. Но она и весит всего лишь 5,5 килограмм. Вот. Что касается колес на шасси. Колеса здесь спереди и сзади достаточно большого диаметра. Двойные колеса. Вот. Спереди колеса, но это классика. Они поворотные. С возможностью блокировки. Если вдруг какая-то неровность. Вот. Спокойно заблокировали. Поехали неровность. Разблокировали. И едете, собственно, дальше. Вот. Что мне еще нравится в компании Joy, в их легких колясках. У них багажник не для галочки. Здесь нормальный, хороший. Посмотрите, он большой, глубокий багажник с жестким железным каркасом. Туда можно реально много что загрузить. На мой взгляд, багажник это та вещь, которая должна быть большой в коляске. Поэтому здесь с этим все нормально. Вот. И что касается тормоза. Тормоз мой любимый. Мы не пачкаем обувь и не корябаем ее, отгибая обратно. Мы нажали, коляска остановилась. Сверху также нажали, коляска поехала дальше. Вот. В принципе, очень удобный тормоз. В этой коляске ручка не имеет возможности перекинуть ее в обратную сторону, чтобы вы могли ребенком гулять, глядя на ребенку. Это, не знаю, кому-то это очень важно. На мой взгляд, если ребенок уже все-таки там ему полгода и больше, это не сильно и нужно. Но у компании Joy есть модели, где можно перекинуть. Но эта модель отличается немножко от других. Модели тем, что в комплектацию у этой коляски входит, в отличие от других, вот такой вот интересный матрасик. Такой своего рода гибрид с накидкой на ножки. Матрасик полностью отстегивается. Можно постелить его полностью вот сюда. Здесь есть проушины для ремня, через которые мы продеваем и крепим ее к коляске. Можно, опять же, пристегнуть сверху накидку на ножки. И мы получим, знаете, из нее получается не просто летняя хорошая прогулка, а такая всесезонка. Осенью можно спокойно тоже укрыть ребеночка и будет тепло. Накидка на ножки, она не условная. Это не просто там тонюсенькая ткань. Это хороший плотный материал. Здесь два слоя и внутри еще есть утеплитель. Поэтому в этом плане здесь все очень-очень круто. В летних легких колясках этого вы никогда не встретите, в принципе. И также в комплектацию здесь еще входит оригинальный фирменный дождевик, который садится как надо. Это не универсальный, а оригинальный. Это очень хорошо. В принципе, подытожу все, что рассказать хотел, я вам рассказал. Сейчас подытожу. У Джоя много интересных колясок. Мне лично это понравилось тем, что у нее хорошая высокая спинка, жесткая спинка. И она регулируется, как я уже говорил, почти под 90 градусов. И ребенок хорошо, нормально в ней сидит. И понравилась, как только что я сказал, комплектация. Дождевик вы получаете в ней с ней и накидку на ножки. В принципе, при выборе такой летней, такой универсальной летней коляски, которая еще и осенью вам подойдет, мне кажется, стоит обратить на ее внимание. Но выбор, как всегда, за вами. И хочу поблагодарить заключение магазин Первая коляска, который предоставил эту коляску для нашего сегодняшнего обзора. Большое им спасибо. А если вам понравилось видео, поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И удачи вам. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok